Российские смутные времена интересуют не одних отечественных ученых. В Ярославль приехали более 60 знатоков истории не только Москвы, Петербурга и Рязани, но и Варшавы, и даже Гамбурга. У польского ученого Иеронима Граля свой взгляд на русскую смуту. Российская историография до сих пор находится еще в объятиях круга Филарета и Романовых. И многое, что пишется про смуту, это все-таки то, что создавали за одним числом в первую половину 17-го столетия. Не воспринимая абсолютно того, что реально происходило по временам смуты. Ярославль в начале 17-го века даже не думала претендовать на лидерство в государстве. Это было место ссылки, где кратали время сибирские царевичи, потомки хана Кучума. Пережидала время от одного Ложи Дмитрия до другого Марина Мнишек. Толчок к развитию Ярославля, как ни парадоксально, дали смутные времена. Хотя и столицы, как у нас принято думать, город на Волге считали лишь северные земли. Роль Ярославля, считают ученые, была в другом. И именно здесь, в Ярославле, в 1612 году был найден наконец-то ответ на этот вопрос, как выйти из смуты. А оказалось, что нужно держаться того, к чему привыкли. Во-первых, государство должно быть с царем, как писали в документах, что без царя такое государство обширное не стоит. Нужно держаться в понятных всем правилах, не лгать друг другу, не изменять, а думать о более общих интересах, о вере, об отечестве. В Москву, как известно, ярославское ополчение отправилось под предводительством староста Казьми Минина и князя Дмитрия Пожарского. На военачальника в Ярославле было совершено покушение, но, к счастью, неудачное. Многие факты его биографии известны, но вот недавно новое открытие. В последние годы удалось установить истинное крестильное, как можно сказать, имя Дмитрия Михайловича Пожарского. Оказывается, с Казьмой Мининым они были тезками. И тот, и другой были крещены в честь Казьмы Бессребренника. Оба они были Казьмы. За 400 лет в историографии смуты накопилось немало и спорных тем и откровенных мифов. В задачи ученых не входит обличение фальсификации, но их точно станет меньше. Прошло уже 400 лет, но, однако, дискуссии ученых вокруг смуты не утихают. Наверное, будут жаркими споры и на этот раз. Марина Смарагдова, Александр Быков, Городской телеканал.